Я вновь рад быть в эфире на телеканалах, где идет эта программа, вместе с вами, мои друзья, также с теми, кто смотрит и в социальных сетях. Мы продолжаем наш поиск пути, ведущего к Богу. Я рад тому, что с нами сегодня вы из России, из Украины, из Казахстана, из Грузии, из Германии, многие-многие страны. Вместе мы ищем этот надежный ориентир, и мы ищем маршрут, который приведет нас к Богу. Я помню, как еще до того, как были изобретены электронные навигационные средства, вместе с супругой мы отправились в поездку. Она сидела в кресле пассажира с картой в руках, я сидел за рулем, она мне говорила, куда надо ехать, куда нужно было поворачивать. Все шло нормально до тех пор, пока я не почувствовал, что мне, как мужчине, кажется, что все-таки надо ехать прямо. Она мне говорит, Петр, надо повернуть направо. А я говорю, нет, мне кажется, нужно прямо. И у нас был немножко напряженный разговор, но как мужчина, опять же, иногда самоуверенный, я поехал прямо. До тех пор, пока через минут 30 мы не оказались на поле, где были только коровы, и там заканчивалась дорога. Вот для меня это был урок смирения, того, что нужно слушать, когда тебе говорит, во-первых, супруга, а во-вторых, тот человек, у которого в руках карта, навигационная карта, на которой четко обозначено, откуда вы начали путь и где нужно его закончить. Мы с вами сегодня стоим на этом же пути, и перед нами стоит та же самая задача, потому что без руководства, без навигации нам очень легко в этом мире заблудиться. Много людей сегодня, много авторитетов претендует на то, что они знают этот путь. В конце концов, мы с вами становимся похожи на заблудших странников, потому что без вечного слова, которое я сегодня держу в руках, нету надежного ориентира. В чем же суть этой проблемы? Проблема в том, что, как и мне, когда я был за рулем, свойственно настаивать на том, что я знаю ответ. Нет, мне ясен путь. В результате этого я полагаюсь на свой опыт, полагаюсь на свое знание и отказываюсь слушать голос. Голос, который я в Священном Писании нахожу как голос Святого Духа. Голос Святого Духа, который был и дан нам, и обещан был Христом для того, чтобы наставить нас на всякую истину. Ибо так именно, именно так Христос говорит о задаче, которая стоит перед Святым Духом и о том, что нам с вами необходимо повиноваться этому голосу, жить по этому голосу и двигаться вперед. Иначе те ориентиры, которые ставим мы перед собою, в конце концов оказываются миражами. Нам кажется, что вот-вот мы уже у цели, вот-вот оно наше счастье, которое мы так давно искали. Но когда мы только-только приближаемся к этому миражу, то он растворяется. Остается лишь песок и пустыня перед нами, и дальше некуда идти. Насколько это актуально в наше время? Вы знаете, я недавно встретил замечательное высказывание философа, религиозного мыслителя Семена Франка. Он пишет, ибо наше время таково, послушайте, ибо наше время, он о нашем времени пишет таково, что все кумиры, соблазнявшие и слепившие нас прежде, рушатся один за другим. Изобличенные в своей лжи, все украшающие и затуманивающие завесы над жизнью не спадают. Все иллюзии гибнут сами собой, остается жизнь, сама жизнь во всей неприглядной наготе. Со всей своей тягостью и бессмысленностью жизнь, равносильная смерти и небытию, но чуждая покоя и забвения небытия. Насколько четко и ясно описано состояние нашего мира сегодня, состояние мира, когда рушатся наши ориентиры, что казалось было настолько надежно, будь то западная демократия, которая доказала свою несостоятельность, или восточный поиск ответа на нужды души человека, хоть на западе, хоть на востоке, мы видим сегодня разочарованность в тех ориентирах, которые мы использовали прежде. Все перемешалось, весь мир сегодня перемешал все эти карты. И мы с вами спрашиваем, куда идти, куда двигаться, потому что внутри это борьба. Посмотрите, апостол Павел в послании к Галатам, в пятой главе, стихах 15 и 16 пишет, «Похоти плоти вашей восстают против духа, а дух против греховной природы вашей. Противостоят они друг другу, и вы делаете не то, что хотелось бы делать». Знакомо вам это состояние, когда вам хочется сделать по-своему, но в конце концов оказываетесь у тупика. Где этот путь? Где разрешение этой проблемы? Знаете, у Тютчева есть прекрасное, коротенькое стихотворение. Он пишет, «Не плоть, а дух растлились в наши дни. И человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени, и свет, обретший, ропщит и бунтует. Безверием палимый, сушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит». Мне кажется, хорошо об этом тоже и древний пророк библейский, Иезекииль в 37 главе описывает в том видении, которое было ему дано, когда он видит народ израильский, как кости на поле сушеные. И он проповедует, он обращается к этим костям по Божьему слову, о том, чтобы они соединились снова, и кости эти соединяются. Он слышит шум, он слышит треск на этом поле, и кости соединились, и сухожилия есть, и мышцы есть, и кожа есть, но нет самого главного. Нет самого главного, нет жизни, нет дыхания до тех пор, пока Господь вновь обращается к пророку и говорит, «Вновь прореки, вновь обратись теперь к этим костям, чтобы они наполнились духом». И вот этот дух дает им жизнь, и они поднимаются и обретают жизнь. И если это было о народе израильском сказано, то насколько это более актуально сегодня, я верю, для нашего времени. Посмотрите на нас с вами. Мы сегодня вроде встаем, мы ходим, мы выполняем наши обязанности, а в конце концов заканчивается день, и мы смотрим на свою жизнь, и она кажется нам такой пустой, такой холодной, такой никчемной. И кажется нам, что мы так и стоим у этого тупика, и не знаю, куда же идти дальше. Мы стоим у этого распутья, когда столько много мы видим путей, ведущих в разные стороны, но где же вера, где же уверенность в том, что мы дойдем до того пути, который приведет нас к обновленной жизни. Дух Божий и был обещан Христом, Дух Божий был дан или послан Отцом Небесным, для того, чтобы мы с вами могли обрести осознание необходимости новой жизни. Обратите внимание, это происходит только лишь по влиянию Святого Духа в нашей жизни. Когда Дух Святой проникает в наше сознание, проникает в наше сердце, Он дает нам убеждение в том, что так жить больше нельзя. Надо изменить маршрут, надо поменять свой путь. Это осознание приходит только благодаря действию Святого Духа. Без этого воздействия мы так и будем биться головой об эту каменную стену в надежде, что мы ее сможем проломить, но стену мы не проломим, а череп своей кости скорее всего проломим. Поэтому апостол Павел в послании к кремлинам в 8 главе стихах 10-11 он показывает на необходимость присутствие Духа Божия для того, чтобы начать это движение, которое направляется теперь уже Духом Божьим. Послушайте, он пишет, если же в вас живет Христос, то хотя по причине греха ваше тело и смертно, вы Духом Божьим в праведность облеченные, запятая, живы. Он делает это утверждение, он говорит, теперь вы живы Духом Божьим, потому что Дух Божий облег вас в эту праведность Христову. «И поскольку живет в вас Дух того, кто из мертвых воскресил Иисуса, воскрешивший из мертвых Христа, оживит и ваши смертные тела, пребывающим в вас Духом Своим». Слышите, насколько убедительно и насколько конкретно апостол Павел указывает нам на источник этого пробуждения к новой жизни. Он говорит, идя путем греховным, идя путем противления Богу, вы так и остаетесь мертвы. То есть можно даже идти, можно, чтобы и кости были, и тело было, и мышцы были, но в конце концов мы окажемся у тупика, окажемся опять на том распутии, которое лишь приводит нас к смущению, когда мы не знаем, куда идти и где выбрать этот путь. Лишь только, когда мы открываем свою душу и сердце для Духа Божьего, то вот это пробуждение, оживление начинает укреплять в нас осознание того, что мы должны обрести новую жизнь. Никакие историки, философы, никакое искусство, никто в этом мире не может привести нас к этому убеждению, кроме силы Святого Духа. Молитесь об этой силе. Христос обещал эту силу. Эта сила предложена всякому ищущему, для того, чтобы повести нам путем праведности, путем ко спасению. Так же, когда мы с вами ищем Дух Божий, то Дух Божий пробуждает в нас поиск смысла и цели. Ведь, как многие из нас, мы ходим по кругу, и нам кажется, мы топчемся на одном и том же месте. Мы там же в нашем духовном поиске, духовном пути, где были 10 лет тому назад. Мы стараемся снова, мы поднимаемся, но мы не знаем, как это сделать, мы не знаем, куда двинуться дальше. И мы кружим и кружим все без всякой перспективы, двинуться вперед, без того, чтобы дойти до той конкретной цели, которая поставлена перед нами в Слове Божьем. Дух Святой не только пробуждает нас к осознанию новой жизни, не только дает нам осознание цели, к которой мы должны стремиться, но и пробуждает в нас боль за прошлые поступки, за прошлую жизнь, когда мы жили движимой плотью нашей, нашими греховными желаниями, а не желаниями Духа Божия. И вот тогда происходит осознание, я так жить больше не хочу. Я хочу полной перемены в своей жизни. Я хочу, чтобы все стало иначе. Я больше не могу нести эту боль прошлого, которую я причинял себе самому и тем людям, которые были вокруг нас. Когда мы открываем свое сознание и сердце для движения и голоса направляющего Святого Духа, у нас происходит пробуждение к осознанию новой жизни, в нас происходит осознание необходимости увидеть эту цель и двигаться к этой цели, в нас происходит ощущение боли за жизнь прошлую, за поступки прошлого и желание жить иначе. И далее Дух Святой пробуждает осознание своей беспомощности и потерянности. Без этого Духа в нас присутствует гордость. Мы знаем, куда надо идти, я знаю, куда надо ехать. Когда же мы доверяемся Духу Божьему, то это привносит в нашу жизнь сознание того, что я могу ошибаться, я могу поступить неправильно. И может быть моя супруга правильно мне говорит, ведь в руках у нее карта. И вот это происходит только благодаря движению Святого Духа, который меняет функции самой моей природы, моя природа меняется. Становится очевидна эта тщетность своими усилиями изменить мою природу, полагаясь лишь на свои нравственные силы. Об этом Павел в послании к римлянам вновь, он пишет в 7 главе в стихе 15. Посмотрите, как он утверждает это. «Мои поступки, он говорит, мне непонятны». Я читаю в новом переводе. «Я делаю не то, что хочу, а делаю то, что ненавижу». Насколько мне знакомо такое состояние, когда хочется поступить вот так по-божески, сделать так, как тому учит Священное Писание, «А я делаю иначе». Господь говорит, «Прости, а у меня нет силы простить, и я не хочу прощать, потому что я считаю, что я не виновен, а виновен другой человек». Господь говорит, «Прояви милость, а я жду милость по отношению к себе». И вот это вот только лишь меняется ощущение, когда Дух Божий пробуждает нас к новой жизни, происходит тогда осознание своей потерянности. И я начинаю понимать, да, я заблуждался, природа моя не способна это изменить, я не могу это сделать, потому что сами клетки моей природы, они несут в себе элементы греховности. У Клайва Льюиса есть очень интересная, я бы сказал, просто практическая иллюстрация этого состояния. Он говорит о том, что у многих живут крысы в подвале, но эти крысы, мы их только видим, когда туда резко спустимся в подвал, тогда мы видим этих крыс, а они там живут не из-за того, что мы туда резко спустились. Он говорит, если бы мы шумели заранее, если бы мы свет включили, то они бы разбежались, все эти крысы, мы даже и знать бы не знали, что они там живут. И он сравнивает это с нашим характером. Он говорит, мы по своему характеру в ситуациях критических, в ситуациях, когда мы движимы побуждениями своей греховной природы, можем нагрубить, можем проявить жестокость, можем проявить немилосердие, то мы оправдываем это тем, что мы говорим, ну вот так я поступил просто в этой ситуации, вот так это у меня случилось из-за этой ситуации. Нет, проблема не в ситуации. И крысы, как пишет Клайв Льюис, живут в подвале не из-за того, что вы резко туда зашли и их увидели, а из-за того, что вы не смогли их выселить или вытравить из своего дома. Так и наша жизнь, и характер наш с вами точно так же проявляет свою силу и реальную природу свою, когда мы сталкиваемся внезапно, резко с ситуациями, где надо проявить любовь, где надо проявить прощение. И вот эта наша реакция, наше отношение, наше поведение, наши слова будут свидетельствовать о том, живут ли в нас крысы греха, или мы с вами смогли силою Духа Святого изгнать их из нашей природы. И в результате этого мы теперь живем движимые силою Божьей. Эта сила Божия теперь становится главной направляющей силой, этим навигатором нашим на пути к Богу. Тогда мы начинаем понимать все то, чему мы доверяли до этого, когда мы думали, мы знаем путь, мы знаем, как туда доехать, мы знаем, как туда дойти. Теперь же все это уходит на второй план, потому что мы хотим, чтобы Дух Святой нас дальше уже повел, потому что это Дух Святой, который не приведет нас к заблуждению. Посмотрите, как в Евангелии от Иоанна, Христос в 16 главе, в 13 стихе, он говорит, когда он дает обещание, он говорит, когда же придет он, Дух истины. То есть вот этот Дух Божий, он называет Дух истины. Это не Дух заблуждения. Он не приведет нас к тупику, Он не приведет нас к распутью, а Он Дух истины, и Он наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. И поэтому без этой направляющей силы Святого Духа мы с вами будем похожи на тех... Я недавно в газете в одной интересную заметку прочитал о том, как отец с дочерью поехали посетить своих родных. И находясь в этой новой для них местности, они взяли машину в аренду, взяли навигатор в этой машине, и после того, как посетили своих близких и родных, отправились назад в аэропорт и даже немножко опаздывали на рейс. И во время этого движения по направлению к аэропорту они вдруг видят, что они все больше и больше уезжают куда-то от города и оказались в каком-то поле, и этот навигатор их предупреждает и говорит, осталось уже 2 километра до пункта назначения, потом опять этот голос навигатора остался 1 километр, и потом вдруг где-то посередине поля, в чистом поле, навигатор им говорит, вы прибыли к пункту своего назначения. И этот человек описывает в этой короткой газетной заметке, с юмором, конечно, он говорит, мы открыли дверь, видимо, никакого аэропорта рядом нет, самолетов нет, но посмотрели направо, и видим, рядом старое заброшенное кладбище. И он говорит, ну, конечно, мы с дочерью посмеялись, но при этом подумали, интересно получилось так, что наш пункт назначения оказался прямо возле этого кладбища. Он говорит, мы тогда взяли, перестроили, перезагрузили этот навигатор, вновь задали ему направление, и он уже нас привез туда, привел к аэропорту, где нам и надо было быть. Я когда перечитывал эту заметку, эту статью, подумал, как она наполнена смыслом на самом деле. Тут есть глубокий духовный смысл. Мы доверяемся с вами этим всякого рода направляющих нас силам. Мы смотрим ту или иную телевизионную программу, мы с вами читаем ту или иную книгу, и нам кажется, вот путь, вот тот единственный путь, которым нужно идти. Но так же, как навигаторы, нас очень часто приводят не туда, где нам нужно быть. Я помню, как один из моих навигаторов, которым я пользовался, в большом городе, все кружил меня на одном и том же месте. Этот сам навигатор настолько сам запутался, что и меня запутал до тех пор, пока я его полностью не выключил, и не остановился, и не стал уже спрашивать, куда же мне ехать. Многие из нас в конце концов могут оказаться у этой конечной точки, конечная точка вашего маршрута, и все, что мы увидим, это заброшенное старое кладбище. Но я верю в то, что осознание необходимого руководства Духом Святым поможет нам избежать такого конца. Потому что Христос говорит, и Он направит вас, когда придет Он, Дух Божий, то наставит вас на всякую истину. То есть Он вас приведет к тому пункту назначения, Он вас поведет этим путем, Божиим путем, не путем человеческим, не путем всякого рода журналов или газет, или социальных средств массовой информации, которые настолько сегодня заполонили наше сознание. Посмотрите, как любое поколение, вы знаете, как нам, уже людям пожилого поколения, свойственно смотреть на молодых и жалеть их. А я должен сегодня признать, что уже нет разницы, что пожилое поколение, что молодое поколение сегодня настолько оказались движимы всякого рода средствами массовой информации или социальными сетями. Мне приходится встречаться с пожилыми людьми, которые утверждают мне, подходят ко мне, утверждают, вот я знаю, что этот вирус, вирус-коронавирус, которым наш мир страдает, он на самом деле был заслан специально. Я спрашиваю, а где вы это прочитали? Вот я прочитала на Фейсбук или я прочитала ВКонтакте о том, что это так... Это не авторитеты, друзья мои. И наша жизнь, которая особенно в духовном смысле, если мы не научимся руководствоваться голосом Святого Духа, то в конце концов окажемся совсем не у того пункта назначения, где бы нам хотелось быть. Посмотрите, как в Священном Писании в деяниях апостольских я вижу примеры того, как Дух Святой направлял и наставлял и ввел учеников Иисуса Христа. Я вижу в деяниях апостольских 16 главе, что Дух Божий, Он был с учениками Иисуса Христа на каждом шагу их служения. Если вы посмотрите стих 6, 16 главы, деяния апостольские, 16 глава, стих 6. Прошедшие же Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии. Вот кажется, ну не имеет смысла. Как же? Они же шли, они шли туда для того, чтобы проповедовать Слово Божие. Вот идет Павел, он исполнен силы Божьей, ему надо проповедовать Слово Божие, ему надо вести людей ко Христу, а тут голос Духа Святого, сам Дух Святой останавливает, закрывает двери перед ним и говорит, все, вот туда тебе не надо идти. Представьте себе эту внутреннюю борьбу, которую испытывает Павел, когда он, наверное, борется с Богом, борется с самим собой и спрашивает, ну как же так? Я все спланировал, мне нужно идти дальше, мне нужно идти этим путем, мне нужна вот эта дверь, а Дух Святой подходит и закрывает эту дверь и говорит, нет, это не тот путь, которым тебе нужно идти. Они шли, движимы, добрыми побуждениями проповедовать Слово Божие, но планы были, и их планы, маршрут был, их человеческий маршрут, Божьи планы, и Божьи пути гораздо выше путей человеческих. Посмотрите, как Павел в послании к Кримлинам в 8 главе 14 стихе он утверждает, все, кто движимы Духом Божьим, они дети Божьи, а детям приходится учиться доверять родителям, когда родители говорят, нет, туда не надо идти, ты еще не готов туда идти, еще не время, и закрываем мы, как родители, эту дверь. Поэтому, как и дети Божьи, мы с вами должны научиться доверять этому голосу Духа Божьего и сказать, это еще не время, это еще не место, Дух Божий поведет меня другим путем. Человек должен повиноваться, научиться только одному голосу, одному единственному голосу, указывающему этот путь, который есть голос Святого Духа. В Священном Писании, в Библии, в притчах 4 главе, 19 стихе, мы читаем, «Путь нечестивых окутан мглою, не знают они, где споткнуться». Таким образом, если мы следуем указаниям или советам людей мира этого, политикам, философам, людям, которых мы уважаем в мире искусства или кинематографа, то очень легко оказаться на этом пути, который окутан мглою. А апостол Павел говорит нам о том в Ефесянам 5 главе, 18 стихе. Послушайте, как он проводит это сравнение. Он говорит, «Не предавайтесь пьянству, оно к распутству ведет, а вместо этого будьте исполнены Духом Святым». Кажется, ну зачем бы нужно было апостолу Павлу здесь говорить сейчас о пьянстве, когда он должен говорить о Духе Святом. А апостол Павел видит вот эту параллель. Он говорит, как алкоголь наполняет сознание человека, и человек не в состоянии уже принимать здравые решения, так точно и грех, который живет в нас, он может затмить наше сознание, наш разум, и мы начинаем идти путем, ведущим нас к погибели. А если же мы позволим Духу Святому наполнить наше сознание, то Дух Святой начинает тогда нас навигировать, Дух Святой начинает нас вести этим путем ко спасению. И не всегда нам этот путь понятен, и не всегда нам понятно, почему вдруг Бог закрыл эту дверь, а открыл совершенно иную дверь для нас. Посмотрите, как описывается переживание самого Иисуса Христа в Евангелии от Луки, четвертой главе, мы видим, что Лука описывает, как Христос идет в пустыню. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Обратите внимание, несколько важных фраз в этом тексте. Во-первых, это происходит, когда Христос уже был крещен. Здесь у Иордана масса людей, он окружен людьми, которые смотрят на него. Здесь у Иордана он испытывает, он переживает этот высокий момент своего глубокого духовного состояния, когда он входит в воду крещения. Здесь он слышит голос Отца своего, который говорит, «Вот сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение». Он видит присутствие Духа Божия в символе голубя. Все здесь на подъеме, торжество Божьего присутствия. Здесь Дух Божий, здесь сила Божия. И вдруг теперь мы видим в 4 главе первый стих «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и теперь Дух Божий ведет его в пустыню». Представьте себе контраст, который переживает Христос в этот момент, в эти часы. Там торжество Божьего присутствия, там высокий духовный подъем, там люди, там радость, а теперь этот же Дух Божий ведет Христа в пустыню. Христос не сам идет туда, а он движим этим Духом Божьим. Дух Божий ведет его, а Христос проявляет смирение. Ему может быть непонятно, и для него может быть странно осознать и понять все, что происходит вокруг него. Точно так же, как для Павла было трудно понять, почему эта дверь закрыта для проповеди Евангелия, но он покоряется этому голосу и следует указанию Духа Божьего. И Христос, будучи движим Духом Божьим, и оказывается в пустыне. Там были люди, здесь никого нет в пустыне, пустота. Там был голос Бога, Отца Небесного, а здесь голос Искусителя. Там была вода в Иордане, а здесь в пустыне нет и капли воды, и Христос в голоде, испытывая жажду, переживает этот контраст, но он веден туда Духом Святым. Когда я перечитывал недавно вновь и вновь эти тексты для себя, то я пришел как никогда к этому глубокому осознанию, что очень часто мы противимся этому голосу Духа Божьего. Мы хотим идти своим путем, мы хотим открыть свою дверь, а Дух Божий ведет нас туда, куда нам кажется совершенно не надо идти. Для нас странно туда идти, там больно, там скорбь, там мрак, там искушение, там голод, там нет воды, там нет присутствия друзей и родных наших, но при этом Дух Божий ведет нас туда, навигируя нас к тому пути, который узкий путь, путь, который учит нас смирению, путь, который учит нас доверию, путь, который учит нас не полагаться на свои представления, свое образование, свой опыт, а путь, который учит нас довериться Богу. Христос прошел через пустыню путем Божьим, будучи ведомым Духом Святым для того, чтобы приготовиться для великого служения искупления. вот где победа, вот где маршрут, вот где этот навигатор, который никогда не приведет нас лишь к заброшенному кладбищу, вот где тот путь смирения, который приведет нас к победе, как Христос одержал победу после пустыни, будучи движимый Духом Святым, одержал победу над грехом, одержал победу над искушениями, одержал победу на кресте Голговском, одержал победу над смертью, одержал победу, когда он пробуждал людей к жизни, когда он исцелял этих людей, точно так же эта победа может быть моей сегодня и вашей победой, если мы научимся доверять этому навигирующему, направляющему голосу Святого Духа. Молитесь об этом, когда сейчас Наталья будет петь. Пусть в этом пении придет вам уверенность, через это пение пусть укрепится вера ваша, что Дух Святой сегодня может вести и вас по этой жизни. Субтитры Спокое, Господи, не дай Тому, кто на пути вдруг заблудился Тому, кто, может быть, восстановился И на распути двух дорог стоит Не дай покоя, Господи, тогда Когда мы на земле осуетились С молитвою в небрежности простили Забыв идти по праведным путям А там синее небо ждет тебя Там Иисус весь грех простит В объятья примет любя Не дай покоя тем, кому страдания Тяжелой нож и душу тяготят Навстречу выйдем, пусть в испытаниях Твой защитит любовью полный взгляд Не дай покоя тем, кто от обиды Прощать не может ближнего от сердца Таким твой голос пусть одно твердит Прощение мир вокруг тебя творит Не дай покоя, Господи, стучи, стучи, стучи И голос твой зовет И голос твой зовет, пусть не молчит В смирении и кротости Тебя лишь нам искать Чтобы себе и о других взывать Не дай покоя, Господи, стучи, стучи Не дай покоя, Господи, стучи, стучи И голос твой зовет, пусть не молчит В смирении и кротости Тебя лишь нам искать Чтобы себе и о других взывать А теперь я приглашаю вас к молитве Помолимся, чтобы, всмирив свою гордыню Открыть наши сердца для Духа Святого Господь наш, пусть сегодня гордыня наша Уступит место голосу Духа Святого Господи, просим о том, чтобы нам оставить свои пути Оставить те пути, которые нам кажутся правильны Чтобы нам, как Ты сказал, Господи Пойти за голосом Духа Святого Чтобы Он направлял нас Ибо Он есть истина И поведет Он нас ко всякой истине Господи, даже и сегодня Нам многое кажется странным и непонятным Почему нас Дух Святой привел к этому переживанию Или к этой боли Или к этой скорби Но, Господи, в этом мы учимся доверять Тебе И сегодня я хочу, чтобы я пошел этим путем Я молюсь за тех, которые смотрят вместе со мной Эту программу здесь, Господи, в эфире Чтобы Ты дал им уверенность Дух Божий приведет их ко спасению Дух Божий приведет их к истине Научи нас, Господи, смирить свою гордыню Сейчас и сегодня Молюсь за всех По всему лицу земли, Господи За тех, кто в Азии За тех, кто в Европе За тех, кто в Украине, Молдове, России, Армении Господи, пусть проявится в них сила Твоя Просим во имя Иисуса Христа Аминь Я убежден, что во время изучения этой темы У вас возникли вопросы А как мне обрести Духа Божьего? Кто этот Дух Божий? Где мне его найти? Ответы есть Ответы эти в Священном Писании И я приглашаю вас Сегодня подписаться на изучение Священного Писания На экранах у вас информация о том Где и как вы можете приобрести эти уроки Звоните Пишите Заходите на эти сайты Просите уроки Просите о том, чтобы вам прислали эти уроки Начинайте изучение сегодня Пока есть возможность Пока есть время Не откладывайте это на завтра И заказав эти уроки И изучая эти уроки Вы увидите тот путь Который приведет вас к Богу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok